Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеском Михаила. И сегодня у меня в ремонт попал аппарат. Это LG K7 2017 года, он же LG K230 с проблемой. На устройстве установлены настройки по умолчанию, чтобы продолжить. Войдите в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. И далее нам вообще никак не нажать, то есть кирпич. Сработала защита FRP, то есть защита от общего сброса или перепрошивки устройства. И сейчас вам покажу, как вы самостоятельно в домашних условиях можете обойти данную блокировку. Все делается довольно просто. Итак, вызываем клавиатуру и пишем что-нибудь. Далее выделяем это что-нибудь. Так. Выделили. Далее нажимаем на троетощие, показать подсказки. Ну, видимо, этот способ заблокировали. Ну, тогда пойдем немножко более длинным путем. Назад, назад, назад. Выходим в самое первоначальное меню. Нажимаем на экран двумя пальцами и держим. Кстати, обращу ваше внимание, что для того, чтобы эта инструкция у вас работала, телефон должен быть подключен к сети Wi-Fi, ну, либо к мобильному интернету. Не хочет. Вот. Включилась у нас функция TalkBack. Далее нажимаем громкость минус, для того, чтобы избавиться от этого раздражающего голоса. Далее. Никуда оно, походу, от нас не денется. Ладно. Прямо поверх экрана рисуем большую английскую букву L. Выбираем настройки TalkBack и два раза щелкаем быстро куда-нибудь. Раз-два. Мы попали в настройки TalkBack. Далее. Зажимаем обе клавиши громкости одновременно и держим. Ок. Ой. Все. Мы находимся в функции TalkBack, и TalkBack у нас при этом отключен. Проматываем в самый низ, и давайте для начала попробуем политикой конфиденциальности. Нет, не получится. Тогда идем в справку отзыв. И выбираем самый первый пункт Get Started or This Voice Access. Здесь видим окошко YouTube. Первый раз нажимаем на проигрывание видео. Второй раз щелкаем по названию видео. Далее. Свайп вниз. Свайп влево. То есть закрываем проигрыванное видео. Но тем самым мы попали в мобильное приложение YouTube. Далее. С подгоним мобильного приложения YouTube. Вот здесь вот сверху нажимаем троетощие. Конфиденциальность. Продолжить. Пропустить. И тем самым мы попали непосредственно в браузер Google Chrome. В Google Chrome заходим на мой сайт. Сейчас он протупит. Дело в том, что интернет у меня сегодня не настолько хороший, как хотелось бы. Ничего не поделаешь. Прошу прощения, звонят. Итак, заходим на мой сайт teleed.ru. Далее нажимаем вот на это троетощие. Точнее, не троетощие, а меню файлы. Видим статью. Файлы, необходимые для снятия блокировки FRP. Заходим в эту статью. Когда-нибудь мы в нее обязательно попадем. Давайте обновим страницу. Перейти. И щелкаем по названию. Вот, статья открылась. И нас интересуют два файла. В первую очередь скачиваем файл 1.6 APK. На данном телефоне установлен шестой Android. Обновить разрешение. Разрешить. Окей. Идет скачивание приложения. На моей памяти оно занимает что-то в районе 20 или 30 мегабайт. Ну, в общем, не очень много. Ждем, пока появится вот здесь уведомление. Появилось. Далее нажимаем скачать еще раз. Дело в том, что отсюда мы его сейчас запустить просто физически не сможем. Но, есть лайфхак. Нажимаем скачать еще раз. И, появляясь кнопка отмена, и скачать мы не нажимаем ни то, ни другое, а щелкаем вот сюда по названию. Настройки. И разрешаем установку из неизвестных источников. И щелкаем еще раз по названию. Установить. Соглашаемся. Выбора у другого у нас нет. 1.6 АПК это, скажем так, специально подобранная версия аккаунта в Google. Для 6-го Андроида, кстати, на 8-м тоже устанавливается прекрасно. В котором есть необходимая для нас уязвимость для подмены аккаунта. Кнопки открыть не будет, так как это, ну, типа апгрейда. Будет только кнопка готова. Далее. Здесь крестик. И скачиваем вторую программу. 2.APK. Блин, промазал. Скачиваем 2.APK. Ок. Также открыть мы ее сейчас не сможем. Нажимаем еще раз скачать. И щелкаем по названию. Установить. И нажимаем кнопку открыть. Далее. Здесь нажимаем троеточие. Вход в браузере. Ок. И уже сюда вписываем абсолютно любой, но реально существующий Google аккаунт. Неважно какой. То есть не создаем новый, а вписываем тот, от которого вы знаете точно логин и пароль. Пароль по понятным причинам показывать не буду. И нажимаем войти. Приложение у нас просто закрывается. Мы же здесь закрываем все, что только можно. Идем назад, назад. То есть выходим из всего того, куда мы, ну скажем так, поназаходили. И проходим процедуру первоначальной настройки заново. Естественно, заново идет проверка подключения. От этого никуда не деться на данном этапе. И видим надпись «Аккаунт добавлен». Нажимаем далее. И опять же ждем. Приятный аппарат. Эх, на этом конкретно LG все делается довольно просто. А на более современных LG, там на 7-8 андроиде, просто так установку из неизвестных источников не включишь. Там уже надо через столбек. Ну, подобные видео уже есть у меня на канале. Давайте так поступим сейчас, чтобы не тратить и мое, и ваше время. Я поставлю на паузу и продолжу уже после того, как телефон прогрузится. Итак, телефон прогрузился. Выбираем «Не сейчас». Сказал «Не сейчас». Пин-код нам также не нужен. И видим надпись «Вход не выполнен». Не пугаемся. Нажимаем «Настроить телефон». Нас выкидывает с самого начала. Ни в коем случае не пугаемся, а просто перезагружаем наш аппарат. Сейчас также поставлю на паузу и продолжим после того, как аппарат загрузится. Так, аппарат у нас загрузился. Сразу же сработал столбек. Ничего страшного. Далее. Пропустить. Здесь вообще можно пропустить. Пропустить. Не хочу подключаться. Хочу пропустить. Сработал столбек. Толбек отключаем двумя клавишами. Давайте сейчас попробуем забыть все это. Мне интересно, получится, нет? Для ускорения. Видимо, не очень. Нажимаем «Далее». Опять у нас будет эта проверка подключения. Но от этого, к сожалению, никуда не деться. Далее. Чтобы не растягивать видео, опять же поставлю на паузу. Что поделаешь. Телефон у нас опять же прогрузился. Не соврать, минут 4-5 это было не сейчас. Пропускаем пин-код. Так. Ок. Соглашаемся. И радуемся полностью разблокированному товарищу. Но есть один нюанс. Если вы это делаете для себя, то можно полноценно пользоваться телефоном. Но конкретно я это делаю для клиента. Поэтому заходим в аккаунты. Google. Когда-нибудь зайдет. Google. Меню. Удалить аккаунт. Удалить аккаунт. Потому что даже наш тестовый аккаунт клиенту, естественно, не нужен. Все. Телефон готов к выдаче. Приложение FRP Bypass, которое мы установили, естественно, можно удалить. Ок. Здорово. Субтитры сделал DimaTorzok